Всем привет! Сегодня обзор портативной акустической системы китайского производства. В данном случае эта система называется модель T1. В таком же исполнении могут быть под различными названиями, но в данном случае это модель T1. В комплект входит пульт дистанционного управления, есть кабель USB-MicroUSB для зарядки аккумулятора и есть AUX кабель 3,5х3,5х3,5х3,5х3. Присутствуют инструкции по эксплуатации на английском языке. Система довольно небольшая. Можно вот посмотреть. 43 см у нее длина и, если так вот брать на вскидку диаметр, порядка 14 см. Имеется ручка для переноски, крепится она на кнопках, ручку можно отстегнуть. Два динамика здесь. Заявлено, что эти динамики по 8 Вт. Тут один динамик, второй динамик. С боков здесь есть некоторое подобие сабвуфера. То есть система это обеспечивает довольно качественное звучание. Может она использоваться для соединения с различными устройствами, будь то телефон, либо планшет, например, по интерфейсу Bluetooth. В данном случае сейчас на индикаторе она ищет устройство Bluetooth. Есть встроенный FM-радиоприемник. Никакой выносной антенны здесь не используется, антенна встроенная. И есть возможность проигрывать музыкальные файлы с USB-флешки, либо с карточки памяти формата microSD. Кроме того, ну как и большинство таких вот акустических Bluetooth-колонок, данная система может использоваться и для громкой связи при разговорах по телефону. Аккумутационные разъемы располагаются сзади. В данном случае вот есть основной выключатель питания, есть разъем для подключения кабеля для зарядки, есть AUX вход, который используется для подключения внешних устройств по штатному кабелю AUX. Есть порт USB и слот под карточки памяти microSD. Рядом с разъемом зарядки, здесь вот есть небольшое отверстие, там находится светодиод состояния, я бы так сказал, наверное. Во время зарядки он подсвечивается красным, когда аккумулятор заряжен, этот светодиод светится зеленым цветом. В данном исполнении производитель ничего не указывает в плане автономности, сколько она может работать автономно, и в плане того, сколько же заряжать аккумулятор. Единственное, что указано, это указана емкость аккумулятора 1800 мАч. Ну, как показывает практика, обычно такая акустика для своей зарядки, для полной зарядки аккумулятора требует порядка 2-3 часов, и работает она при среднем уровне громкости тоже порядка 4-5 часов. Ну, а сейчас давайте я сделаю необходимое подключение и продолжу рассказ. Я подключил флешку сзади к разъему, ну и немножко расскажу по поводу органов управления, которые имеются на самом корпусе. Здесь есть кнопочка выбора настроек эквалайзера, есть кнопка, которая отвечает за повтор либо треков, либо целиком папки, есть кнопка выбора режимов, и есть вот такие три кнопочки, которые имеют два назначения. То есть при, как бы, коротком нажатии это переход по трекам, либо переход по радиостанции, ну, переключение предварительно настроенных радиостанций. При длительном удержании это регулировка громкости. Вот. И вот здесь вот кнопочка play-pause, она же выполняет роль кнопки для автоматического поиска радиостанции при длительном ее удержании. Очень удобно пользоваться пультом дистанционного управления, потому что он полнофункциональный. То есть вот сейчас я нажимаю кнопку, у меня колонка в режиме стендбай, я нажимаю кнопку... Кнопка включения, и, как видите, из этого режима колонка запомнила уровень громкости и место остановки на треке. По поводу эквалайзера. Здесь можно отдельно... Сейчас добавлю громкость. Теперь эквалайзер. Можно... Высокие и низкие частоты регулировать. Вот. Низкие и высокие частоты можно. Максимальная громкость довольно приличная. То есть хорошо звучит, громко звучит. Вот. Никакого дребезга посторонних шумов здесь не присутствует. То есть качество звучания, ну, вполне. Не хай-фай, конечно, как здесь имеется вот надпись на корпусе. Но очень-очень-очень даже достойно. Вот. Вот. Пульт позволяет, например, использовать функцию приглушения звука, функция мёта. Вот. Включать повтор либо одной композиции, либо повтор всех композиций, либо здесь, ну, в произвольном порядке. Переход по трекам. Длительное нажатие кнопочки идёт перемотка. То есть это всё я делаю с помощью пульта дистанционного управления. Можно просто номер трека выбирать и так далее. Так. Выберу другой. FM mode. Другой режим работы. Нажимаю. Вот пошёл автоматический поиск радиостанций. 50 ячеек здесь памяти. То есть она до 50 радиостанций может запомнить. И она это прекрасно делает. Единственное, что, конечно, по чувствительности радиоприёмника, поскольку нет никакой такой вот выносной антенны, то, в общем-то, в зоне уверенного приёма будет всё хорошо. Там, где немножко приём не совсем уверенный, конечно, какие-то радиостанции будут работать чуть хуже. То есть будет появляться шипение и другие там искажения, как бы, звука. Но, в принципе, по чувствительности нормально. А что касается воспроизведения каких-то музыкальных треков, то, ну, почти выше всяких похвал. То есть, опять же, в сравнении с другими подобными устройствами. Вот. Сейчас я это всё остановлю. Единственное, что, как и во всех вот этих вот колонках, которые здесь есть, вот эти вот, поскольку она говорящая, она рассказывает о том, в каком режиме данная акустика работает, вот этот вот проговор, он всегда громкий. Его вот как установили на заводе, таким образом он и проговаривается. То есть тише его сделать нельзя, несмотря на то, что вот сейчас вот музыка играет довольно тихо. Если аккумулятор, ну, плохо, вернее, ну, не полностью заряжен, да, и заряд аккумулятора уже подходит к концу, естественно, появятся некоторые искажения звука. То есть, в общем-то, пожалуй, на этом всё, что я хотел рассказать вам по поводу акустической системы. Это портативная колонка, модель называется T1. Вот, может проигрывать файлы с флешек, с карт памяти формата microSD, и соединяться с вашими устройствами, будь то сотовый телефон, смартфон, либо планшет, как по Bluetooth, так и по AUX кабелю. То есть, может работать как усилитель при проводном соединении. Жители города Санкт-Петербург и ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Ириновском проспекте. Те гаджеты, которые вы видите в обзорах, они в магазине у нас присутствуют. Можете приехать и ознакомиться с ними воочию. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова